Программу представляет магазин «Всё для Apple Fresh Store». Да! Деловая аннотация! Здравствуйте, мои дорогие слушатели! В эфире Ксения Шамова и программа «Да! Деловая аннотация», где я делюсь своими эмоциями и мыслями после прочтения бизнес-литературы, которая произвела на меня больше всего впечатлений и пользы. «Никогда не ожидала, что моя жизнь свяжется с продажами и переговорами. Это сейчас, спустя 15 лет, понимаю, что чем бы ты ни занимался, продажи есть в каждом бизнесе, независимо от вида деятельностей, и они трансформируются. Если раньше на первом месте были прямые продажи, то сейчас наблюдается тенденция продаж через мессенджеры и соцсети. В тот момент, когда мне предложили стать менеджером по продажам, я даже не могла предположить, что это, и узнала в процессе работы. А хорошие руководители-наставники, а потом и внешние и внутренние тренеры способствовали становлению. Тогда специализированной литературы не было, и приходилось собирать по крупицам. Так сформировался список полезной литературы по продажам. Спустя время я особенно выделяю две современные книги. Это книга эксперта по ведению переговоров Игоря Рызова, «Жесткие переговоры», «Как получать выгоду в любых обстоятельствах», «Рекомендованный возраст 16+,» и специалиста в области копирайтинга и маркетинга Дмитрия Кота, «Продающие тексты, модель для сборки, копирайтинг для всех», «Рекомендованный возраст 16+.» Книги разных сегментов. Одна по переговорам, другая по написанию текста. Общее в них то, что они говорят клиенту. Надо дать ценность. Книга Игоря Рызова «Жесткие переговоры». Для тех, кто хочет заранее готовиться к переговорам и просчитывать шаги и варианты развития событий. Задача книги – показать, как удерживать и управлять сложными переговорными ситуациями, отрабатывать и внедрять полученные навыки. В книге представлены примеры задания и варианты ответов. В интервью Игорю Рызову задали вопрос, «Какие качества должен в себе развить менеджер по продажам?» Он ответил «Уметь понимать своего собеседника, знать структуру рынка и своего продукта, уметь быть гибким и проактивным». Дмитрий Кот, продающий тексты. Так как продажи перешли в общение с клиентами через сайт, мессенджеры и соцсети, актуально стало грамотно продавать свои товары и услуги через тексты. Книга формата «Бери и делай». Читать эту книгу нужно с определенной целью. Либо вы хотите проанализировать уже то, что есть, и скорректировать, или начать с нуля создавать страницы в интернете. Главное – определиться с целью. Чтобы быстрее выйти из ступора, состояние которого называется «Жду музу», Дмитрий предлагает использовать структуру и воспользоваться формулой написания продающего текста. Плюс не забыть добавить свои фишки и приемы. Мне нравится, что в книге есть понятные схемы, которые дополняют текст. А пока домашние задания. Напишите профиль о себе, если вы оказываете услуги, или о вашей компании. Объем 1-2 абзаца. Цифры и факты нужны в каждом предложении. Мы познакомились с двумя книгами. Игоря Рызова «Жесткие переговоры. Как получать выгоду в любых обстоятельствах» и Дмитрия Кота «Продающие тексты. Модель для сборки. Копирайтинг для всех». Это работающие книги, особенно в том случае, если вы полученные методы будете применять. Книги хорошо дополняют YouTube-каналы авторов и страницы в соцсетях. Как Игорь Рызов говорит, вы живете именно так, как умеете вести переговоры. А Дмитрий Кот дополняет. Пиу-пиу. Да. Деловая аннотация.